здравствуйте друзья вопрос читаю михаил как опытный человек поделитесь нужно ли или нет пытаться донести до босса что он ошибается и предлагает ошибочное решение ну или по крайней мере очень очень спорное решение ему конечно это решение мог его босс спустить а он из-за корпоративной этики просто спустил его дальше спросил своего наставника тот говорит не нужно если тебя не спрашивали об этом с другой стороны если в команде есть спецы которым я по многим вопросам доверяю я хотел бы знать их мнение если я сморозил фигню в данном случае на мне кончается цепочка документа оборота но как-то стремно создавать документ и ставить свое имя на нем если к примеру в документе план по обучению полетом крокодилов и стоимость проекта несколько миллионов долларов или все же ждать пока спросит моего мнения а то уже всю голову расчесал или все же учить крокодилов полетом пусть они летают но так низенько низенько низехонько они летают в крокодилы да ну давайте я значит попробую поделиться что я думаю тем что я думаю на эту тему итак друзья я думаю что ключ к ответу на данный вопрос присутствует уже в самом вопросе вот когда автор говорит вот я например там когда вижу что в команде есть какие-то компетентные люди то вот меня интересует что они думают вот меня интересует но это правда значит вот если ваш начальник придет к мысли о том что вы человек компетентный и его будет интересовать ваше мнение то он точно так же как вы это делаете сами да дайте ему возможность делать это так как делаете вы чего вы хотите чтобы он по другим правилам жил вот его у него такие же как у вас если он посчитает вас компетентным спецом как там вы говорите да значит он скажет вот а ты что думаешь на этапе там принятия решения когда вы говорите что он принимает решение которое неверно или скажем очень спорно то вопрос чем а с чего вы взяли что он хуже вас разбирается ну правда вот чего вот он начальник так у него есть определенный уровень компетентности он отвечает за какие-то вопросы значит а вы отвечаете за другие совсем вопросы поэтому он задачу ставит допустим а вы ее выполняете поэтому если вы хотите сами ставить задачу тогда вам нужна другая должность так так бы я сказал меня на самом деле я хочу сказать вот это письмо само по себе в нем такое количество орфографических ошибок что я думаю а что вот он такое действительно что он такое знает что вот начальник должен его слушать при том что он в каждом слое по ошибке делает понимаете я честно с чего вы с чего вы решили то что вы так лучше начальника знаете я вот не понимаю вот честно я не знаю конкретной ситуации я не не вижу примера допустим да но так из общих соображений и тот наставник который у вас есть он правильно говорит если тебя не спрашивают сиди тихо первое второе независимо от того насколько вы там молодой специалист средний там или не средний разговор с начальством вообще общение с начальством правильнее всего правильнее всего строить на уровне предложений которые начальству легко понять принять или например отклонить нежели на уровне проблемы вот пойти у начальства проблем столько сейчас еще придет они тут есть проблемы начать этот убил бы гады знаешь там со своей проблемой тут ходит вот а вы с решением придите вы говорите начальство что-то делает неправильно или начальство делает что-то сомнительно или спорно но послушайте если у вас есть лучшее решение значит предложите решение вот придите скажите я вот думал на эту тему и вот вижу скажем вот решение 1 решение 2 решение 3 как вы считаете вот как правильно например и начальство в течение секунд секунд она не будет часами начальство очень легко определяет правильное решение или скажем наиболее приемлемое решение из нескольких но если там есть приемлемая начальство сказать не не годится ни то ни другое не третье так тоже бывает но во всяком случае если вы пришли с проблемой течет на ваше решение мне кажется сомнительным или недостаточно обоснованным а что он должен делать то с вами но если вы будете наставить он должен вас уволить потому что зачем вот это вот неконструктивное такое поведение правильно значит вы можете сказать я работаю в такой организации действительно все некомпетентные вот они тут некомпетентные там некомпетентные вообще противно нам с ними дело иметь но слушай но не имея с ними дело работать в этой конторе это ваша осознанное решение вы решили что вы там будете работать может быть вы не знали в тот момент но вы сейчас то знаете если вы сейчас знаете что там плохо что там некомпетентные начальники а это бывает сплошь и рядом он может быть блатной какой-то его там может поставили на эту должность а он вообще ни ухом ни рылом и не интересуется и никогда не разберется а еще над вами поставит начальника который вас гнобить будет чтобы не ему голову морочили а вот этому вот этому между вами и и и вот он вам даст кузькину мать покажет значит все бывает в жизни но это ваш выбор вы вы говорите себе я не хочу в таких условиях работать ищите себе дальше если вы не можете найти дальше лучше интереснее денежные давно я не знаю какие критерии там есть данном случае критерии это некомпетентность начальство значит вы говорить себе так я тогда пойду а если не можете найти вы видите так я пока посижу но это ваше решение вы занимаетесь своими делами у вас своих дел чего нету что ли чем за начальством то вот у вас есть свои дела вы ими и занимайтесь повышать квалификацию приобретайте опыт ищите другую работу заводить контакты играйте в лотерею green card я не знаю что там английский изучайте настолько столько можно дел полезных сделать у меня был эпизод такой в жизни похожий вот как бы да то есть я в таких же не то что сомнениях а я без всяких сомнений принял решение которое я бы сейчас принял совершенно противоположном ключе но я описывал это там своем этом мемуаре значит история была такая я работал в компании лотус девелопмент корпорейшен и меня начальник нанял один человек я был бригаде там она должна была разрастись но пока что я был один он меня нанял и уехал на насколько там на две недели и вот я один знаете как ну хорошо но я типа синьер такое мне как бы я знаю что делать сижу работаю и мне доступа не дают там в одно место точнее что я сейчас объясню проект передали из свист коста там было отделение проект который я тестировал передали в кремниевую долину соответственно ни одного человека из из коста не было они отказались себе переезжать им предложили переехать но они отказались ну хорошо вот есть какой-то код программисты с ним что-то делают первая версия продукта 1.0 вышла а а 2.0 мы вот над ним работаем ну я поскольку первый и единственный тестер на проекте а там каждый день что-то такое дорабатывают перерабатывают я себе думаю так надо было бы посмотреть баг трекинг систему какие ошибки они не починились тех пор правильно ну а там же были не починенные баги то я думаю так я их тогда раз той системы вот так под рукой нет так я их перенесу в новую проверю там чего причем самые такие крутые ошибки которые надо срочно чинить и мне доступа не дают пошли я консультант деньги и чего-то мне объясняют что вот я такой консультант что я не могу туда значит залезть потому что вот именно консультант был бы постоянный сотрудник было по одно а так значит другое и я в этот момент вместо того чтобы сказать да и всех на хрен и уйти бы оттуда или например сказать какое мое дело собачье или мне что больше всех надо да мне в тот момент было больше всех надо вот как автора письма я просто взломал эту систему не понимаю что я творю потому что они могли меня вычислить другое дело что там взлом то никакой там бы смешно сказать она она даже не была толком защищена никак ну так чисто символически и и при том что я совершенно не специалист по всяким таким безобразием но я очень успешно ее таскать преодолел из самых общих таких соображений короче и я сел и начал из этой системы которая так иначе у них и сидела там массачусетсе я начал этой системы баги самые критические такие значит потихонечку воспроизводить они практически никакой из них не был починен ну скажем там из ста которые я там через свои руки пропустил может быть там два или три были починены остальные нет я каждый день значит их шпарил там в существенных количествах причем такие знаете там без мелочевки так по-крутому и я при этом сам ну то есть я тестировал тоже я конечно находил там что-то такое помимо того это неизбежно но наибольший вклад который вот я за эти две недели там сделал пока начальник там отсутствует вот я вот вот эту значит раскурочил старую систему и у меня программисты там со слезами ходили их не было много но они они просто не знали как от меня избавиться то есть я в них висел как пиявка кровь сосал вот сегодня я думаю какое мое дело у них порядок у них система у них большая организация они мне деньги платят хорошие бабки платили я думаю ну чего я буду это ну а описать они меня еще поймали бы что я там что-то такое от залез куда-то куда не положено залезать чем я вам объяснял потом ну короче еще выгнали бы дать ну то есть на свою голову я это все значит потому что вот у меня было желание делать правильно делать правильно послушай у них компания у них большая контора большие конторы они всегда зарегулированы но я не прихожу туда на контрактором на полгода для того чтобы значит поменять правила и всякие эти регуляции и поднять их под себя я конечно стараюсь быть по эффективным производительным полезным для тестирования продукта и тогда но послушать если им чихать на качество этого продукта я что их теперь перевоспитывать должен понимаете поэтому сегодня вот я так вижу я и тогда был взрослый мужик мне тогда надо было лет 40 я не чего меня так понесло там ну не знаю но вот 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 так было вдруг как-то я даже не колебался ни секунды то есть я удивился но не колебался поэтому я молодого чек критикую не с позиции чек который знает как надо с позиции чек который тоже вот так все все казалось мне что я должен там прибежать и там всех спасти а сейчас почему у меня же не работа по спасению у меня работа под описано там мои мои там job description там расписаны мои обязанности я должен это 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 компания меня должна вооружить тем что мне необходимо для работы эффективной значит если я говорю мне бы для эффективной работы вот это неплохо мне говорят это нельзя я буду значит нельзя нужно но не воровать же не не пробираться же куда-то не ничего то есть мне сейчас как бы даже стыдно что я так поступил один может почему это вот советская у меня ментальность вот это вот самок понимаете мы сейчас должны прийти там и осчастливить все человечество у меня такого нет сейчас насчет всего человечества у меня абсолютно такого нет вот поэтому есть контора в конторе есть правила мы эти правила не устанавливаем а самое главное самое главное если вы хотите вот участвовать в установке правил даже еще не будучи там начальником значит зарекомендуйте себя как хороший специалист ответственный грамотный который может так как-то существенно что-то привнести в обсуждение и вас будут спрашивать вот так же как вы сейчас ходите к каким-то людям значит посоветоваться вот чтобы к вам так ходили и это и есть задача главная существенно и где бы вы ни работали вы хотите быть вот именно в этом положении человека которому обращаются за его экспертизой это здорово это гораздо лучше чем вот когда тебя не спрашивают а ты там ходишь и всем этом свои советы даешь это это неправильно слушайте наставника у вас хороший грамотный наставник мне нравится то что он советует вот я советую со своей стороны обратить внимание на то что он говорит и сфокусироваться на собственном уровне экспертизы и на на признании вашего уровня экспертизы вот чтобы не только вы сказали я знаю а чтобы они тоже сказать вот этот чувак пока пока он не выскажется в решении принимать не будем вот так такой экстрим все ребят счастливо до скорых встреч